Итак, друзья, всех приветствую! Мы продолжаем серию интервью, посвященных общению с людьми будущего. Это те люди, у которых можно чему-то научиться. Это те люди, которые прошли очень интересный жизненный путь. Это те люди, которые могут являться для нас примером. Кому можно отдать свое время и внимание. Для того, чтобы чему-то важному у них научиться. Сегодняшняя тема, которую мы будем затрагивать, связана с духовными ориентирами. Как мы начинаем свое самопознание, с чем сталкиваемся на пути, какие сложности в процессе возникают, как любому человеку развиваться духовно, с чего начинать, на что ориентироваться и куда стремиться. И сегодня мы поговорим в интервью с Михаилом Мелеховым. Михаил Мелехов – организатор и руководитель центра Сан-Гейтс, Чикаго. Путешественник, публицист, автор статей о духовном развитии человека, его предназначении и карме. Автор репортажей и статей о спиритуальном госпитале, Бразилия. Неоднократно бывал в Бразилии, в Индии, где изучал аюрведу, джотиш, хиромантию, нумерологию. Имеет посвящение в трансцендентальную медитацию. Организатор телемостов в Чикаго с Россией, Украиной и Израилем. Тесно сотрудничает с такими известными центрами, как Пурана, Атма, Благода, Сатва и другие. Организатор радиоцентра Сан-Гейтс в 2011 и 2012 годах регулярно проводил радиопрограммы в Чикаго. С 2013 года автор и ведущий радиопрограммы «Культура неподвластной времени». В июне 2014 года открыл образовательный интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. Итак, друзья, предлагаю познакомиться с Михаилом. Интересного интервью. Обязательно задавайте свои вопросы под этим видео и присылайте вопросы Михаилу. Сегодня мы общаемся и знакомимся с Михаилом. Михаил, приветствую тебя. Как слышно? Как связь? Да, да, все нормально, связь есть. Приветствую, Михаил. Нормальный, да. У вас день, у нас еще утро. Добрый день, Дамир. Добрый день, да. Некоторую информацию я уже озвучил в начале, вводной части. Расскажи, пожалуйста, от себя вкратце, чем ты занимаешься на данный момент. Ну, на данный момент я являюсь руководителем центра, основателем и руководителем центра Сан-Гейтс, город Чикаго, Соединенные Штаты, где я проживаю уже 24 года. Ну, и центр назывался первоначально ведическим центром веда от слова знания. Вот там, где я эти знания приобретал последние годы. Ну, а на самом деле это и есть центр знаний и здоровья. Дело в том, что здоровье бывает разноплановое. Мы сейчас говорим о духовности, поэтому в первую очередь это здоровье, так скажем, духовное, здоровье физическое. Ну, много между ними всяких стадий, границ. Но вот знания, которые мы пытаемся приобрести, знания или информация, которую мы для себя адаптируем, если мы начинаем ее применять, она дает эти знания, которые в свою очередь дают то самое здоровье. Ну, каждый здоровье выбирает для себя сам, какое физическое, духовное, ментальное, благополучие и так далее. Вы находитесь, да, в своей студии. Что это такое и вот чем занимается это радио? У нас есть два, будем так говорить, главных сайта. Это сайт www.sungatescenter.com. Там только на английском языке. Все-таки мы проживаем на территории Соединенных Штатов. Ну, и здесь как-то принято все-таки говорить по-английски, будем так говорить. Но дело в том, что я в 40 лет проживал на территории бывшего Советского Союза, родился в России. И, соответственным образом, я ни в коей мере, будем так говорить, не стал, в кавычках, американцем. Я такой же русскоязычный, как и был. И мне хотелось бы на русском языке все-таки вести программы и говорить на русском языке, хотя, конечно, на английском языке тоже нет проблем. Но, тем не менее, менталитет русскоязычных людей другой, чем менталитет американцев, ну, как, впрочем, и других национальностей, стран и так далее. Поэтому sungatesradio.com, тройной W sungatesradio.com, именно посвящено этой цели. Это все на русском языке. Ну, а фактически, если туда прийти, на этот сайт, открыть ее, то в конце будет плеер. И этот плеер будет играть то, что сегодня, вот сейчас, в настоящий момент, в данном случае, трансляции нет, поскольку мы сейчас беседуем, Дамир, с тобой. И эта трансляция, чтобы она не вступала в конфликт систем радио. Потому что 24 часа, 7 неделью, как у нас принято говорить, 24-7, у нас трансляция идет. Ну, и, соответственным образом, как вы ведете проект «Человек будущего», так и у нас есть проект, он называется просто «Знание». Ну, и, соответственным образом, все, что идет на этом радио, оно дает информацию, которая впоследствии, если применить, повторяю себе, у меня есть четкое определение, что такое «Знание», мое личное определение, поэтому, с моей точки зрения, информация, которая адаптирована к себе, если она приносит результаты, вот тогда она становится «Знанием». Ну, и вот мы все время об этом и говорим во всех наших программах. Кроме этого, у нас есть в северном пригороде города Чикаго, у нас есть центр физический, площадь, если перевести в квадратные метры, поскольку тут в Америке все, скажем, в футах и в паундах, мера веса, то это примерно 300 квадратных метров площади, состоящих из нескольких презентационных залов и комнат, которые, где сидят профессионалы и специалисты, которые делают что-то такое, то, что, будем так говорить, дает человеку получить, опять же, здоровье. Вот так вот последние 8 лет функционирует центр «Сенгейтс», я в частности в нем. А, Михаил, скажите, пожалуйста, вот какие у вас участвуют на ваших мероприятиях специалисты, кто является вашими гостями? В первую очередь это люди, которые имеют эти знания, это действительно специалисты, которые реализовали себя в жизни этой, которые понимают, что такое жизнь материальная, что такое жизнь духовная, к чему человеку надо стремиться. Последние годы моей жизни я для себя определил дорогу, я именно к этому стремлюсь. Ну, это мне дало возможность очень серьезно измениться, изменить мои приоритеты в жизни, поскольку, будучи проживавшим на территории Советского Союза, мы знаем, особенно люди среднего, старшего поколения, они помнят, люди молодые, не все помнят вообще-то, что был даже такой Советский Союз, оказывается, и где была партия и правительство, которое определяло политику всей страны, и каждого человека, живущего в отдельности в этой стране. Ну, как и многие люди, которые там проживали, в то время я был точно таким же. Единственное, у меня было все-таки как-то подсознательно такое чувство, что, как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю, поэтому я как-то стремился это узнать. Ну, если говорить об Индии, которая вот и как раз-таки сподвигла меня на многие изменения и привела к этому, то, ну, много лет тому назад, не буду говорить сколько, я уже как бы занимался йогой. Тогда это не было еще, в общем-то, практически никому известно, но отдельные люди знали вообще, кто такие йоги, индийские йоги, кто они, был такой фильм, где-то примерно в году 67-68 этот был фильм. Ну, вот с этого как бы начал, хотя до того множество книг, которые я прочитал, эзотерическо, будем так говорить, в литературе, они давали какое-то совершенно иное восприятие мира, что ли, и восприятие своего предназначения, своей жизни по сравнению с тем, как это преподносилось нам в школе, ну, в социуме и окружением, в котором каждый из нас в то время находился. Просто на этой территории есть такая возможность, я полагаю так, возможность больше, чем в других, может быть, даже странах, путешествовать, и здесь никто не запрещает заниматься никаким образованием, главное, чтобы закон не нарушался. А так, пожалуйста, все открыто и доступно. Ну, в наше время, в общем-то, все открыто с помощью интернета, можно добиться чего угодно, узнать что угодно, будем так говорить. Получается так, что данный проект, данное радио, это определенная такая площадка, да, центр, да, через который вам удобно реализовывать, да, дальше себя. И также же на этой площадке есть возможность приглашать специалистов, возможно, самому обучаться чему-то, да, и возможность давать другим людям передачу, да, каких-то знаний организовывать. Организовывать.